Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня тема эфира – это обострение трудового вопроса в Жан-Узене, куда уходит казахстанская нефть, о том, как распределяются доходы от нефти в других странах, о программе ДВК «Формирование доходов граждан, работающих в экспортных предприятиях». И, конечно же, мы сегодня обсудим подготовку к митингу 27 февраля. Но прежде чем все эти вопросы обсудить, я хотел бы ответить сразу на вопрос, который прозвучал здесь в чате «Санрайз». Здесь женщина задавала вопрос, она сказала, что ей 56 лет, что она мать-одиночка, и около 10 лет она от случая к случаю зарабатывает деньги и не имеет постоянной работы. Она задала вопрос, что будет тогда, когда придет в власти правительство ДВК, какой будет пенсионный возраст у наших граждан и у женщин в частности, какая форма поддержки будет существовать для таких женщин-одиночек, и какой размер пенсии будет в этом случае со стороны государства, и вообще какая будет пенсионная политика. Сначала несколько слов о пенсионной реформе. Вы все прекрасно знаете, что сейчас существует так называемая накопительная пенсионная система, когда вы осуществляете 10% в единый накопительный пенсионный фонд, и там происходит накопление ваших средств в течение того периода, который вы работали. И наша пенсионная реформа, базовая, стартовая, понятно, что таких реформ будет много, особенно после роста экономики в период управления демократическим выбором Казахстана. Если вы заглянете в социальную реформу ДВК, то увидите, именно раздел по поводу пенсии звучит так, что мы вводим такое понятие минимальная дополнительная пенсия со стороны государства. И в программе ДВК написано, что помимо того, что человек получает через единую накопительную систему, государство будет гарантировать минимальную государственную пенсию. Мы этот размер определили, что будет выплачиваться в течение 4 лет поэтапно от 300 до 400 евро. На самом деле, когда мы писали, курс евро был порядка 350. Так вот, вы посчитайте, что государство будет доплачивать дополнительно к вашей существующей пенсии эквивалент в теньге в размере 400 евро, что на данный момент составляет 172 тысячи теньге. То есть, помимо вашей основной пенсии, вы будете получать доплату со стороны государства пенсию. Притом, это не имеет значения, работали ли вы, не работали, имеете ли вы какой-то стаж. Это все учитывает единую накопительную пенсионную систему. А государство гарантирует минимальные 400 евро или 170 тысяч теньге любому гражданину, который достиг пенсионного возраста. У нас, конечно, еще публично, отдельно не озвучена программа поддержки матерей. Но существующие программы, они охватывают, безусловно, и эту ситуацию. Я могу единственное, что сказать. Вы должны знать, что при правительстве ДВК будет государственная медицина бесплатная. Государственное образование будет бесплатное. Студенты будут получать стипендию в размере 50 тысяч тенге, плюс будут субсидии на аренду жилья. То есть, студенты, которые не живут в этом городе, они будут получать в размере минимум 30 тысяч тенге субсидий со стороны правительства. И таким образом, семья, которая имеет взрослого ребенка, которая получает образование, получит субсидию на студента, как на проживание, так и на аренду жилья. Также матери должны знать, что их дети, когда будут учиться в школе, как минимум в первые годы, первые-четвертые классы, будут получать школьники бесплатно обеды. Матери, которые имеют трехлетнего ребенка, с трех лет они будут содержать своих детей в детских садах и еслях бесплатно. Все будет оплачивать государство. Мне снова и снова, конечно, наши противники будут говорить, а где взять деньги. Я сейчас буду по второй части рассказывать, куда уходит казахстанская нефть, куда деваются наши доходы. И буду показывать, как миллиарды долларов вольются в бюджет немедленно, после того, как мы изменим систему налогообложения. Какие мы законы примем. И тогда вы поймете, что денег в нашей стране много. Я, в принципе, об этом много раз говорил, и вы это прекрасно знаете. Всякие экспоазиады. Вот этот инвестиционный фонд, Зарабаев в конце года подписал с капиталом 370 миллиардов тенге. Всякие разные помпезные мероприятия, пожертвования. То есть вы знаете, что в банке он запихивает каждый год минимум по 10 миллиардов долларов. И, конечно, основная часть вашей понимает, что денег в стране очень много. Но, чтобы было наглядно, я покажу сегодня. Вместе с вами мы посчитаем, и вы поймете, что вот все эти социальные программы, которые я озвучиваю, мы их легко исполним. Что касается пенсионного возраста. Я сейчас не вижу смысла озвучивать, говорить, что это 60 лет или 65 лет и так далее. Как я много раз говорил и говорю сейчас, все ключевые проблемы в стране будет решать парламент и депутаты. Депутаты, их будет более 300 человек, будут вашими представителями. То есть представителям народа, тех, кого вы изберете у себя в регионе, кому вы доверяете вас представлять в парламенте страны. Вы этим депутатам расскажете свои проблемы, свою боль, и эти депутаты будут поднимать проблемы народа в парламенте. И именно они, депутаты, должны решить, какой возраст пенсионный должен быть у наших граждан, у женщин и мужчин. Я, в свою очередь, хотел бы сказать, что во всем мире есть тенденция роста пенсионного возраста. Конечно, мне скажут, что у них уровень жизни выше, средняя продолжительность жизни выше. Я с этим абсолютно согласен. И, конечно, мы именно с учетом этих обстоятельств должны формировать пенсионный возраст. Но надо иметь в виду, что нынешний человек, скажем, в возрасте 55 лет, уже как минимум на 10 лет выглядит лучше, как если это было бы 20 лет назад. Достижение цивилизации, лекарства, медицина и другие какие-то вещи, они сдвинули продолжительность человека. Как бы это ни было, даже в нашей такой плохой стране, где люди бедствуют, все равно факт остается фактом, продолжительность жизни растет. Но я, например, нахожусь во Франции, здесь продолжительность жизни больше 80 лет. Японии тоже больше 80 лет. В Казахстане официальные данные говорят около 70 лет. Возможно, это даже ниже, потому что Шал любит все приписывать. Но, тем не менее, факт остается фактом. Из года в год средняя продолжительность жизни будет расти. И мы этот момент должны учитывать. Даже вот женщина Сандра сегодня выступала, кто-то определил, что у нее голос молодой и так далее. Как бы ей не тяжело было жить, факт остается фактом. Люди сейчас стали больше жить и выглядят более моложе, чем их родители. Это просто движение вперед цивилизации. Теперь я что хотел бы по этому поводу сказать. Я знаю, что многие торопятся на пенсию. Кто в 45 хочет выйти, кто в 50 лет и так далее. Но на самом деле, если мы построим действительно такое сильное государство, где будут серьезные выплаты, социальные, где заработная плата будет как минимум в несколько раз выше, я уверен, что вы захотите работать, потому что работа будет интересная. Вы можете пользоваться плодами этого труда. Вы можете на заработанные деньги объехать весь мир и изменить свою жизнь прямо сейчас, немедленно. Не ждать 2030, как я уже озвучивал, когда к власти придет правительство ДВК, буквально через несколько месяцев начнется индексация заработных плат. И это фактически приведет к росту заработных плат по всей стране, по всем отраслям государственных секторов, частных секторов. Я сейчас буду рассказывать, каким образом это достигается. Я это ранее озвучивал, но с учетом того, что в нашем чате очень много новых людей, я думаю, что полезно будет мне это напомнить. Поэтому, уважаемый Санрайс, я хотел бы сказать следующее, что вы знаете о программах ДВК, вы должны увидеть, что минимальная доплата, даже если вы не работали, со стороны государства будет составлять порядка 400 евро. Это 172 тысяч тенге. Вот считайте, что сейчас бы вы получали бы доплату минимум 172 тысяч тенге. Считайте, что ваш ребенок бесплатно учился бы в институте или учился бы в школе, бесплатно бы обедал, были бы бесплатные медицинские услуги. И масса других преимуществ, которые нужно смотреть именно исходя из программ демократического выбора Казахстана. И вы посмотрите жилищную программу ДВК. Она касается не только молодых семей, она касается всех. Мы каждый год планируем как минимум вводить жилье в размере 5 миллионов квадратных метров и обеспечить жильем 250 тысяч человек. Это помимо того, что рынок будет разваться, на рынке будут существовать частные компании, которые будут строить. Это будет только государственная программа дополнительная, которая сейчас отсутствует. И 250 тысяч человек каждый год будут получать квартиры. Мы со стороны государства на эти программы направим в год 2,5 миллиарда долларов. В масштабах бюджета страны это небольшие деньги будут. Если мы добьемся, что наша экономика будет расти ускоренными темпами, мы этот масштаб увеличим в два раза. Я уверен, что за 4 года мы не то, что 1 миллион человек обеспечим квартирами, мы минимум 2 миллиона обеспечим. Я надеюсь, я ответил на вопросы Sunrise. Давайте мы теперь сегодня начнем обсуждение наших вопросов. И первый вопрос это обострение трудового вопроса в Жан-Узене. Я хотел бы обратить внимание, что в целом ситуация в стране обостряется. Недовольство матерей существует по всей стране. Сотни женщин выходят в разных городах страны. Сейчас в интернете вы можете увидеть, что происходит в Жан-Узене. Вы посмотрите, тысячи людей, казалось бы, в благополучном регионе не имеют работу. После событий здесь прорывается немного. После событий в Жан-Узене в декабре 2011 года власти безусловно были вынуждены обратить внимание на проблему Жан-Узене. именно в Жан-Узене у нефтяников заработная плата стала выше в среднем, чем у других нефтяников. Взять, если Ахтубе, Уральск, Хазларду. Но при этом там существует вахтовый способ, когда они работают через день или через 15 суток. Если пересчитать заработную плату, то она, наверное, не та самая заоблачная, как говорят, 500-600 тенге, ее, наверное, нужно делить на две части. Ну, пусть даже будет 250-300 тысяч тенге в Жан-Узене. Но это только у тех, кто работает. Ну, еще второе. К нам приходит непрерывная информация о том, что действующий руководитель предприятия старается выплатить за несколько лет людям текущую высокую так называемую заработную плату и вместо них принять людей с зарплаты 70 тысяч тенге, 100 тысяч тенге и так избавиться от тех людей, которые, на их взгляд, получают большие деньги. Это вот, собственно, та политика, которая уже проводится больше года на предприятиях в Жан-Узене. Вы посмотрите на видео. То есть, получается, что все эти годы власть начала вкладывать туда деньги и во много раз больше, чем предыдущие годы, больше, чем другие регионы. При этом никто, ни у кого не получал подачки. Мы давайте сразу правильно расставим акценты. Именно этот регион порядка 18 миллионов тонн нефти добывает, сейчас даже больше, и именно из этих денег шли деньги обратно в регион, распределялись. Сейчас принцип формирования доходов построен таким образом, что основные доходы забирает Астана, потом оттуда дает мелкие подачки, и потом рассказывает, что вчера Атрау был такой город, без дорог, без ничего, а сегодня вырос. Вот видите, это я, Назарбаев, говорит, решил. На самом деле, он просто у них все отбирает, и потом по капелькам им отдает, и хвастается. Так вот, если говорить о Мангастау и Жан-Мазине, они не получали подачки от Назарбаева, просто часть заработанных средств больше стала оставаться в регионе. Вот, собственно, что было последние минимум 5-6 лет. И обратите внимание, если вы увидите видео, там тысячи людей, разъяренные, тысячи людей обращаются к Назарбаеву, говорят, нам не нужно больших денег, вы нам 150-200 тысяч хотя бы. Он же рассказывает о том, что семья имеет доход по 500 тысяч тенге. Они в своих отчетах пишут, что якобы нефтяные регионы получают высокие доходы, и эти люди, бедные, несчастные, не имеют работу, они штурмуют Акимат, штурмуют офисы партии Нуратан, и этот благополучный район показывает, что они в беде, что у них нет работы, у них высокие цены, они живут только на нефти и газе, у них нет другой работы, и они там не имеют возможности получить достойную заработную плату, достойную работу. Я знаю, что многие смотрят с надеждой западную часть Казахстана. Я слушаю здесь комментарии, когда нас пытаются разделить по региональному признаку, когда кто-то в чате произносит «Южа нельзя допускать к власти, вообще «Южа не надо слушать, вот запад крутой, запад сильный» и так далее, и так далее. И делят по разному признаку. Сначала пытаются по языковому признаку, что Казахстан 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 жанны ашымай деп солай айтып жүр. То есть, если не говоришь на казахском, значит, ты не жалеешь Казахов. Я по этому поводу говорю, что Назарбаев Казахстан сөйлев жүр, енді кемге жанны ашым жүр? Казахстан жанны ашым жүрма? Он казында премьер-министр Казахстан сөйлев жүр. Он жанна ашымда казаха. Сөл сөйлс айтхан сөйлс дурсамис. Өзнгс блев жүрсис. И все слова о том, что якобы если знаешь казахский язык, то тогда ты думаешь о казахах, они ложные. В нашей стране не развит не только казахский язык, у нас не развито ничего. Наша страна сырьевая. Те, кто пытается упирать только на наверное единственное их достоинство к сожалению все что они с детства знают казахский язык, родились в казахской семье и всего остального к сожалению эта власть не дала им раскрыть свои способности. Поэтому они думают что если все разговаривать будут на казахском языке, то тогда друг друга будет жалеть и так далее. Я на примере самого Назарбаева министров Акимов просто показываю они все наши казахи сидят у власти и они разве жалеют свой народ? Язык здесь ни при чем. Я приводил пример Северной Южной Кореи где и там и там живут корейцы и Северной Кореи корейц угнетает народ превратил страну концлагерь Южная Корея процветает Западная Восточная Германия была все говорили на немецком языке с Восточной Германии бежали Западную именно немцы Восточной Германии там где были представители Советского Союза наша армия они сломали стены и бежали в Западную Германию нашу жизнь лучше не станет если вся страна начнет разговаривать на казахском языке это ясно проблема в политической системе проблема в том что власть принадлежит одному Нурсултану Назарбаеву и мы должны это все осознать поэтому когда кто-то говорит делайте упор на западный Казахстан забудь о севере и о юге я говорю нет это неправильно мы должны объединить весь наш народ если кто-то будет делиться по языковому признаку завтра будет делиться по западу югу северу послезавтра будет делиться по родам еще позже будет делиться по джузам потом будет делиться правша левша потом у кого есть машина у кого нет машины кто белый и черный вот так и будет мы так поделимся все вот я таким образом возвращаюсь к нашему женозению так получилось что в 2011 году трагедия в женозене прошла мимо основной части нашей страны меня все время спрашивают как же так власть расправилась с женозенцами не расправится ли со всеми нами остальными я по этому поводу много раз говорю что на площади в тот момент в женозене было меньше 500 человек назабаев заранее подготовился стянул полицию со всей страны собрал их около 10 тысяч человек и расправился с этими немногочисленными протестантами которые были на площади женозене и к сожалению был период когда многие наши граждане говорили вот женозенцы что они делают они и так много получали не поддержали наших граждан и назарбаев расстрелял их расстрелял и это ему сошло с рук пока во всяком случае поэтому когда мы просто наблюдаем за событиями в женозене мы должны не просто наблюдать а поддержать поддержать наших нефтяников поддержать наших граждан везде не только в женозене мы должны поддержать матерей потому что эти матери являются матерями наших детей потому что если ваша семья не получает пособия на детей и матерей вам, мужчинам, надо будет больше работать и умирать фактически на работе. Мы все должны друг друга поддерживать. И только тогда мы сумеем объединить всю страну, и только тогда мы сможем вывести завтра десятки тысяч людей, объединенных одной целью – добиться смены режима Нурсултана Назарбаева. Все проблемы, которые этот режим создал – язык, отсутствие диверсифицированной экономики, отсутствие помощи матерям, отсутствие работы, я могу долго-долго перечислять, просто наши казахи, они, к сожалению, не все перечисляют. Многие из них перечисляют на их взгляд главный язык. Но что у нас в дефиците? У нас ведь не только язык. У нас все в дефиците. Именно поэтому наша страна больная. Именно поэтому наша страна отсталая. Именно поэтому мы находимся по всем основным показателям за пределами 100, 100 самых отсталых стран мира. Не 50, не 30, а именно 100 за пределами, наряду со многими африканскими странами, при том ряд африканских стран далеко впереди нас. В этой связи я обращаюсь к нашим сторонникам, которые находятся в Жаназене. Я прошу присылать информацию обо всем, о ваших предприятиях, об отсутствии работы, какие существуют проблемы, как власть пытается эти проблемы решить. Я знаю, что там произошли определенные убийства совсем недавно. Я прошу присылать всю информацию, что происходит в Жаназене, каналу 1612, штаб ДВК. Вы завтра увидите телефоны в WhatsApp и других социальных сетях. Будут специальные люди отвечать на ваши звонки. Поэтому мы просим вас присылать информацию, чтобы мы могли рассказывать о том, что происходит в Жаназене и вообще в Магасталовском регионе, чтобы мы могли вас поддержать. И действительно, Западный Казахстан, он является сам по себе экономически сильной. Наши основные доходы идут от нефти. И там действительно живут сильные люди. Я считаю, что мы вместе все сможем построить сильный независимый Казахстан. И в Западном Казахстане не только сильные мужчины, но и сильные женщины. Я хочу вам напомнить, как мы все недавно вместе поддерживали Айгуля Акберды. Мы поддерживаем ее мужа Аблавасы, которого посадили в тюрьму. Я уверен, что мы добьемся его свободы. И вот представьте, что, казалось бы, более-менее благополучный район Жаназень. Вы видите, какие там проблемы. Что там люди не имеют работы. Они в отчаянии. И такая ситуация по всей стране. И мы должны, в конце концов, действительно объединиться. Поддерживать друг друга. Не разделяться. Не говорить, что они где-то больше зарабатывают, чем другие регионы. Мы все должны понимать, что в Мангуставовском регионе существует только нефть и газ фактически. И у них цены существенно выше, чем в южных частях Казахстана или центральной части Казахстана на все. Поэтому их высокие заработные платы относительно юга, они, к сожалению, уменьшаются за счет высоких цен на разные услуги и товары. Теперь я хочу сказать о нашей нефти. Я хочу вам сейчас озвучить какие-то цифры, чтобы вы понимали, что происходит в нефтегазовом секторе. Да, недра государства принадлежат государству. Все нефтяные предприятия работают по контракту на недропользование, когда они платят определенные роялти и бонусы государству за разрабатывание этих месторождений. Но я могу сказать, что мы, когда к власти придет правительство ДВК, безусловно, будем внимательно смотреть, насколько справедливо устроены эти контракты на недропользование. Когда я работал министром, я видел, что есть так называемые иностранные компании, есть предприятия ШАЛа, которые имеют существенные льготы, не платят налоги в бюджет, платят маленькую заработную плату людям, имеют массу преимуществ, и таким образом основные богатства страны уходят в их карманы. Миллиарды долларов. Я вам сейчас это продемонстрирую буквально на пальцах. Вот представьте, что получается с нефтью. По прошлому году Казахстан добыл более 90 миллион тонн, около 91 миллион тонн. Если взять среднюю цену 70 долларов за баррель, а баррель это где-то 7.2 тонны, точнее 7.2 барреля это одна тонна, получится, что приблизительно 500 долларов стоимость одной тонны, это минимум 500 долларов. То есть умножьте 500 долларов на 90 хотя бы миллион тонн, и вы получите минимум 45 миллиардов долларов. Продажные цены нефти должно быть в Казахстане. В реальности даже выше. Минимум 45 миллиардов долларов. То есть нужно стоимость нефти 500 долларов умножить на 90 миллион тонн, и вы получите продажную стоимость нефти 45 миллиардов долларов США. Вы все должны знать, что на Западе, в Америке, в Австралии, в Канаде, в Норвегии средняя зарплата нефтяников минимум 10 тысяч долларов в месяц. Кто-то получает 20, кто-то 7-8. Я говорю о средней заработной плате. Минимум 10 тысяч долларов в месяц. И вот представьте себе, что наши нефтяники в реальности получают, наверное, долларов 700, может быть, 800 максимум. Это я говорю в среднем. Кто-то больше, кто-то меньше. Например, нефтяники в Хазларде получают 120 тысяч тенге. Это 300 долларов. В Ахтубе получают 300-400 долларов. В Уральске то же самое. Это где-то 120 тысяч тенге. Больше получают на отдельных предприятиях тенге с Шевройла. Там, говорят, до 1000 долларов получают. Есть где-то на предприятиях у зельмоной газа тоже около 300-400 тысяч тенге. Но это узкий слой. В реальности, если считать заработную плату нефтяников, она, наверное, будет 500-600. Вот реальная цифра. Вот что мы говорим именно в программах ДВК, каким образом изменится заработная плата в экспортных предприятиях. Я сейчас начну именно с казахстанской нефти. Официальные данные якобы в нефтегазовом секторе работают всего лишь чуть более 300 тысяч человек. По-моему, 306 тысяч человек. Эти сведения, конечно, не соответствуют реалиям. Цифра значительно больше. Потому что эти статические данные не учитывают подрядчиков. Подрядчик, который им строит трубы, строит инфраструктуру, бурильщики, энергетики, строители и так далее. То есть их существенно больше, чем 300 тысяч человек. Так вот, представьте себе, что в программе ДВК озвучены простые вещи. Простые вещи, они звучат так, что на предприятиях в экспортной отрасли, к которым относится нефтегазовая отрасль, средняя зарплата не будет меньше, чем полторы тысячи долларов. Если по текущему курсу брать, это минимум 500 тысяч тенге. Это будет минимальная средняя заработная плата, которая будет установлена на законодательном уровне, на уровне законов. Мы можем это сделать, потребовать, чтобы нефтегазовые предприятия, независимо от того, государственные или частные, средняя зарплата не могла быть ниже, чем 500 тысяч тенге. То есть полтора тысячи долларов, даже чуть больше в тенге, может 600 тысяч тенге. Это мы можем сделать по закону, когда здесь в чате звучат предприятия. Как же так? Как будет на частных предприятиях? Вот минимальная заработная плата же устанавливается, столько-то МРП. Так и мы здесь тоже установим, что в экспортных отраслях зарплата не может быть меньше, чем в среднем 1500 долларов США. И вот представьте, что 45 миллиардов, допустим, у нас в нефтегазовом отрасли вместе с подрядчиками обработают 500 тысяч человек. Умножьте 500 тысяч человек даже на 600 долларов в среднем, то вы получите приблизительно 300 миллионов долларов в месяц или 3,6 миллиарда долларов в год. То есть фонд заработной платы составит всего лишь чуть более 3 миллиардов долларов. Если я грубо считаю, если работает всего 500 тысяч человек в нефтегазовой отрасли, и зарплата в среднем 600, это 300 миллионов долларов в месяц и по году где-то 3,6 миллиардов долларов. Понятно, что это грубые цифры. Я могу более точно посчитать и обосновать детально, но сейчас мы говорим о грубых цифрах. Теперь возьмем, давайте, реалии. Мы возьмем в среднюю зарплату минимум 2 тысячи долларов. Я объясню, почему 2 тысячи долларов. В свое время я объявил, что в государственных предприятиях, которые сейчас контролируют государство, Казмунная Газ и Казтрансгаз, Казтрансойл и так далее, мы установим в среднюю заработную плату не менее 3 тысяч долларов. И на самом деле она, конечно, должна быть выше, но я говорю о минимуме. Там, где мы как государство можем прямо повлиять на политику компании, которые контролируют государство. Поэтому я говорю о цифре в среднем 2 тысячи долларов США. Итак, возьмем 2 тысячи долларов США, умножим на 500 тысяч работающих, среднюю зарплату. То есть это получается миллиард долларов в месяц, или в год 12 миллиардов долларов США. То есть 12 миллиардов долларов США в год пойдет на оплату труда сотрудников. Сейчас, как вы видели, это 3,6, максимум 4 миллиардов долларов. То есть получается, что в экономику страны вольется место около 4 миллиардов долларов, сейчас нефтянка зарплату вливает, будет влито 12 минимум. То есть плюс в страну вольется дополнительный в год 8 миллиардов долларов США. Когда мне говорят, где взять деньги, вот я вам на вскидку показываю только заработные платы. Если они поднимаются, то фактически эти деньги начинают вливаться в экономику этих регионов. Если человек получает такую зарплату, в среднем минимум 2000 долларов, это порядка около 800 тысяч тенге. Куда он эти деньги потратит? Он потратит у себя их в регионе. На что? Этот человек, во-первых, рассчитается своими долгами. Во-вторых, он будет покупать товары, он сможет покупать квартиры. Соответственно, если он будет формировать спрос на жилье, значит, что будет? Сразу строительные компании будут строить жилье, потому что у них появляется покупатель в состоянии купить их жилье. Если больше будет строительства, значит, больше будет производиться цемента, арматуры. Если все это будет больше строиться, значит, нужно будет больше формировать рабочих мест. И строительные компании будут интенсивно строить жилье. Соответственно, под это жилье будет строиться инфраструктура, потому что они будут потреблять электроэнергию. Они будут нуждаться в детских садах, в школах. Вы понимаете, какой бум будет, когда эти 8 миллиардов долларов дополнительных хлынут в нефтегазовые регионы. Когда сформируются новые рабочие места. Когда люди будут получать больше заработную плату, в несколько раз больше, в 3-4 раза больше. Соответственно, бюджет страны будет получать налоговое отчисление с фонда труда, подоходные налоги в несколько раз больше. Значит, бюджет страны тоже резко пополнится. Если бюджет страны резко пополнится, только за счет нефтегазового сектора эти деньги пойдут в качестве выплат, пенсии, заработной платы врачей и учителей. Значит, эти деньги перераспределятся в те регионы, где нет нефтегазовых месторождений. Это пойдут по всему Казахстану, люди будут там тоже получать высшую заработную плату, и они тоже будут покупать квартиры. Они будут покупать разные услуги. Если эти деньги вливаются в экономику, они формируют спрос, они хотят купить квартиры, машину. Значит, частный бизнес должен эти услуги предоставить, формируются новые рабочие места. Частный бизнес получает новые деньги и, соответственно, расширяются трудовые ресурсы, увеличивается их заработная плата и, опять же, увеличивается дополнительное поступление налогов в бюджет, потому что новый бизнес, новые рабочие места, они платят налоги в бюджет, подоходные налоги и другие налоги, налог на прибыль предприятия, бюджет опять вырастает вверх страны. Я вам только на примере одного нефтяного сектора показал, вот на поверхности. А теперь смотрите, если мы правильно выстроим контракт на недропользование, если мы добьемся, чтобы нефть продавалась по правильной биржевой цене, чтобы нефть не продавалась через офшоры, где они скрывают свою прибыль, чтобы эти предприятия платили нормальные налоги, многие из которых платят меньше, чем положено, вы понимаете, какие доходы в бюджет придут? У нас же кроме нефти есть газ. Вот здесь наши активисты написали об уране. Мы являемся сейчас благодаря успешной деятельности Мухтара Джакшева, номер один добывающей компании урана в мире. Вы вслушайтесь, номер один в мире. Когда Мухтар Джакшев пришел возглавлять Каза Тампром, это была компания «Банкрот». Была в числе 13 отсталых предприятий урановой отрасли. Тогда мы думали вообще закрыть город Степногорск. Многие шахты были закрыты. Именно благодаря деятельности Мухтара Джакшева мы имеем сейчас урановую компанию, номер один в мире. Больше нет ни одной государственной компании, которая бы занимала первое место в мире. Ни одной. И это огромный успех, который принес нашей стране Мухтар Джакшев, который уже сидит в тюрьме 10 лет. 10 лет за то, что он сделал гигантский клад в развитии нашей страны. Мы производим и добываем угля больше всех в мире на душу населения. И вы все прекрасно знаете, что угля у нас осенью и зимой не хватает, бывает перебои. Предприятие, которое добывает медь в Десказгане и Балхаше, Казахмыс. Это предприятие украденное в Назарбаево. Оно входит в десятку крупнейших добывающих медь предприятий. Я вам могу перечислять очень-очень много предприятий, которые относятся к сырьевым. И которые нам достались в наследство от Советского Союза. И все эти предприятия попали под контроль шала его семьи. Нефтегазовый сектор почти 40% доли рынка контролируют китайцы. Не просто китайцы. Лично сам Нусултан Назарбаев мне говорил, что он с китайскими собственниками, именно государством, находится в доле 50 на 50. Именно поэтому он затаскивает китайцев куда только возможно. Именно поэтому китайцы дают кредиты под гарантии государства, а эти деньги попадают в Казахмыс, попадают в предприятия так называемых групп Машкевича, попадают еще какие-то предприятия. И они все являются предприятиями Нусултана Назарбаева. И при этом государство дает гарантии возврата за частные предприятия, которые он украл у государства. Вот здесь ребята молодцы, правильно говорите. У нас есть средкоземельные металлы, у нас хромферосплавы, у нас гигантское количество сырья, по которым мы занимаем ведущие позиции в мире. Только в сырьевых предприятиях, в угольной, ферросплавы, суммарно все, если посчитать, в этой отрасли работает порядка миллиона человек. В нефтегазовом секторе минимум полмиллиона человек. И вот представьте, что наши работники там получают 100-120 тысяч тенге, максимум 150 в среднем. Но там зарплата на таких предприятиях в мире начинается от 3000 долларов США в месяц. То есть водитель, охранник, это рядовые люди начинают получать свою зарплату от 3000 долларов. Даже предприятия, где из-под кормет, так называемый, кормет-комбинат бывший, в Канаде аналогичные предприятия начинаются от 3000 долларов. 3, 4, 5, 6 тысяч долларов наши люди получают там 100-150 тысяч тенге. Поэтому только нефтегазовый сектор, который в скрытой форме, в прямой форме находится под контролем семьи Назарбаева, только сырьевые предприятия, уран, медь, цинк, золото, которые тоже находятся под контролем Нусултана Назарбаева, именно они дадут нам возможность буквально через несколько месяцев прихода во власть правительства ДВК кардинально изменить уровень оплаты труда всех, в том числе и частного сектора. Я здесь в чате слушал, мне говорили, вот я, например, имею паркмахерскую компанию, частную. Вот я, например, компания, которая оказывает IT-услуги. Как поднимутся заработные платы у нас? Я сейчас хотел бы пояснить, как поднимутся заработные платы у всех. У тех, кто производит хлеб, кто шьет одежду, кто продает автомашины. То, что мы установим минимальную заработную плату в нефтегазовом секторе и сырьевых предприятиях минимум 1000 долларов, а средняя зарплата минимум 1500, повлияет на всю экономику страны, на все предприятия страны, независимо от формы собственности, частная это или государственная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наши граждане начнут формировать спрос. Они больше будут ходить в парикмахерскую, будут нанимать учителей, будут пользоваться различными услугами, будут покупать квартиры. Все это по цепочке приведет к тому, что поднимутся практически все отрасли. Потому что если человек начинает больше зарабатывать, если он вчера себя ограничивал в виде одежды, то он завтра будет иметь возможность покупать больше хлеба, больше молока, больше колбасы, пользоваться какими-то другими услугами. И у вас, у того, кто производит хлеб, или у того, кто оказывает IT-услуги, появляется покупатель. Он у вас больше покупает компьютеров. Он больше пользуется вашими услугами, парикмахеры больше клиентов, которые будут постригаться. У тех, кто продает хлеб, муку и зерно, больше покупателей. Если сейчас наш внутренний рынок так устроен, что около 10 миллионов тонн зерна потребляет внутренний рынок, а остальное уходит на экспорт и на животноводство, то после того, как наши люди будут получать доходы в несколько раз больше, они будут больше потреблять муки, соответственно, нужно будет больше производить зерна. Соответственно, все те, кто работает в этой отрасли, начнут больше его производить, больше зарабатывать, потому что у них формируется больше покупателей, они будут больше богатеть, значит, они будут получать больше заработную плату, и эти деньги уже, которые перетекут к ним, они начнут опять же эти деньги тратить внутри страны. То есть этот эффект повлияет на все отрасли, на частные компании, на государственные. Эти деньги придут в виде налогов в бюджет страны. Из бюджета страны мы начнем выплачивать заработную плату учителям, врачам, пенсионерам. Мы будем выплачивать студентам доплаты за образование, за жилье. Вы понимаете, государственные чиновники начнут получать больше заработную плату, и никому не нужно будет воровать, потому что денег в стране будет очень много, который сейчас растекается по карманам султана Назарбаева и его окружения. Правильно вы здесь говорите, Малик, мы просто кран повернем в другую сторону. Когда кто-то говорит, что Облязов популист, нет, Облязов реалист, Облязов просто сильный экономист. Я буду говорить то, что на самом деле есть, которое никто не сможет никогда провернуть. Ни Назарбаев, ни один член правительства, никто не скажет, что Облязов неграмотный, слабый экономист, что он плохой финансист, плохой бизнесмен в стране, не найдется даже враг, который скажет. И поэтому я буду говорить то, что есть на самом деле, и показывать наши возможности, а они огромные. Когда мне кто-то говорит, что Облязов популист, просто так. Я привожу цифры, я привожу расчеты. Я говорю, что после того, как власти придет правительство ДВК, мы буквально в течение нескольких месяцев примем законы через парламент страны, объяжем экспортные предприятия страны платить минимум тысячи долларов любому человеку, и средняя зарплата должна быть не менее тысячи пятьсот. Значит, кто-то будет получать тысячу, кто-то две тысячи, кто-то три тысячи, но мы добьемся, чтобы средняя зарплата была минимум тысяч пятьсот, а в государственных предприятиях нефтегазовых мы установим среднюю зарплату не менее трех тысяч долларов США. И сразу же эти деньги попадут в карманы наших сотрудников, наших граждан, и они буквально немедленно изменят свою жизнь. Немедленно, после того, как придет правительство ДВК к власти, и эти деньги сейчас есть в нашей стране, они просто разворовываются. И как только мы установим такую оплату труда, сразу хлынут дополнительные налоги в бюджет страны, и мы на эти деньги сможем скорректировать заработную плату учителей, врачей, всех бюджетных работников. Мы скорректируем пособия матерям, детям. В нашей стране буквально в течение от трех до шести месяцев будут кардинальные изменения по всему фронту. И это будет только первый этап. После того, как эта огромная денежная масса, обеспеченная экспортом, неинфляционные деньги, они придут в экономику страны, сразу начнутся формироваться новые рабочие места в частном бизнесе, который будет производить больше муки, больше хлеба, больше продавать машин, больше продавать одежды. Соответственно, будет количество рабочих мест тоже резко увеличено. Назарбаев все время разрезает ленточки предприятий, которые почему-то не зарабатывают. Он каждый раз хвастается, что созданы сотни тысяч рабочих мест, но количество безработных все время растет и растет. Просто они прячут их под статус так называемых самозанятых. На самом деле эти все безработные. И если смотреть правде лицо, у нас более 30% работающего населения, потенциально работающего, они не имеют работу. Не имеют работу, числятся просто самозанятыми. И когда эти деньги хлынут в экономику, у нас сразу начнутся формировать рабочие места. И будет формироваться спрос по всей стране. У нас люди сразу станут богаче, и именно тогда будут открываться предприятия, которые шьют, которые производят национальный продукт. Сейчас Назарбаев все время говорит о диверсификации экономики, но по факту 30 лет его управлений ничего не изменили. Все, что было, осталось наследство от Советского Союза, даже какая-то мясная отрасль, легкая или пищевая, она, к сожалению, где-то пропала, где-то уничтожена. И мы работаем только нефть, газ, металлы. Все те старые предприятия, которые были еще в Советском Союзе. И ничего нового не построено. Сейчас Назарбаев рассказывает сказки о том, что вчера Атрау был в плохом состоянии, а вот сегодня посмотрите, что происходит. Я вам скажу так, что Атрау сейчас добывает именно регион более 40 миллионов тонн нефти. Это в 4 раза больше, более 4 раза больше, чем в Эмираде Дубае. В Атрауском регионе живет чуть более 600 тысяч человек. На эти больше, чем 40 миллионов тонн нефти. В Дубае живет 3 миллиона, то есть в 5 раз больше населения, а нефти Дубае и Эмирад добывают в 4 раза меньше. И вот представьте себе, разве можно сравнивать Эмирад, Дубае и жители Атрауского региона, которые больше, чем в 4 раза добывают нефти? Больше, чем в 4 раза добывают нефти. Население у них в 5 раз меньше, это нищий регион. И когда Назарбая хвастается, что Атрау поднялся, он лжет. Он лжет, потому что Атрауский регион добывает, как весь Азербайджан. 10 миллионов Азербайджан добывает один регион, в котором живет 600 тысяч человек. В Азербайджане живет 10 миллионов человек. И вот наш один регион добывает нефти, как Азербайджан, в котором живет 10 миллионов. И это нищий регион. Почему нищий? Потому что эти деньги уходят в карманы у султана Назарбаева, потому что он деньги запихивает их в Астану, строит никому ненужные здания, они пустуют, город полупустой, люди живут в ремянках, они строят дворцы. И потом он хвастается, что я построил Астану. Он эти деньги украл у регионов. Он деньги строит за счет Астаны. И говорит, якобы другие города стали развиваться, потому что Астана развивается. А что она развивается? Она что, производит нефть? Там есть какие-то заводы. Это город чиновников. И всех тех, кто обслуживает этих чиновников, несчастных людей, которые вынуждены там жить, подрабатывать какие-то деньги, строить никому ненужные объекты. Он эти деньги украл у регионов. И хвастается, что якобы он облагодетельствовал регионы страны. Мы в новом правительстве демократического выбора Казахстана построим более справедливое распределение, систему более справедливого распределения доходов. Все те, кто зарабатывает, у них должна оставаться большая часть. Регионы должны развиваться по справедливой системе. И все деньги, которые воруются, они будут инвестированы внутрь страны. Не разбегаться по офшорам. Он все время восклицает и говорит, верните деньги с офшором, вы олигархи. Лжет, потому что главный олигарх, это он сам. Список Форбс. Первые, вторые все номера, это все его деньги. Все его подставные собственники. И где-то внизу какая-то группа людей болтается, которых он использует и практически со всеми сидит вдоль. Или они сидят на государственном заказе, выполняют те или иные поручения. И часть своих денег они в виде откатов отдают от нашей политической верхушки. Вы задаете себе вопрос, как же так получается? Как нефтяники в мире получают заработную плату в среднем от 10 тысяч долларов в месяц? При этом в других отраслях у них зарплата 3-4 тысячи долларов в месяц. Себестоимость нашей нефти ниже, чем в США или в северной части Норвегии или в северной части Англии, где добывается нефть. У них высочайшие доходы. Высокая себестоимость. Как так получается, что наша заработную плату получает 150 тысяч тенге, а они получают среднюю зарплату от 10 тысяч долларов? Как так получается? Наша нефть и газ продаются по мировым ценам. Наша продукция продается по мировым ценам. Куда деваются деньги? Они просто воруются этой политической верхушке. Вот куда деваются деньги. И завтра наши женщины, матеря, клянчат у правительства какие-то небольшие деньги. От них откупаются мешком картошки и говорят, денег нет. Денег нет. Деньги есть. Просто они крадут эти деньги. Рассовывают их по своим карманам. И мы все это должны прекратить. Поэтому, когда вы задаете вопрос, а как же распределяются доходы от нефти в других странах, вы должны понимать, они распределяются более правильно, потому что люди в этих предприятиях получают в среднем от 10 тысяч долларов. И эти деньги остаются у них в регионах. И там, где добывается нефть, это цветущие города и регионы страны. Это практически везде. В Америке, где Калифорния добывают нефть, в арабских странах, там, где правильно добывается нефть и распределяются доходы, везде население процветает. Поэтому наша страна настолько богатая, что не нужно особых таких умственных усилий, чтобы сразу, буквально в течение нескольких месяцев кардинально улучшить жизнь наших граждан. Когда говорят, что программы ДВК – это популистские, а мы называем реальные цифры, никто не может нам оппонировать и говорить, что мы не правы. Мы делаем просто. Мы экран просто разворачиваем в другую сторону, и жизнь наших граждан меняется буквально сразу от трех до шести месяцев. Каждый гражданин страны, где бы он ни жил, в каком бы регионе ни жил, какой бы он профессией ни был, был бы он пенсионером, инвалидом, безработным, у всех в течение буквально от трех до шести месяцев жизнь кардинально изменится. Да, вы правы. Здесь говорят о ДВК, который единственная политическая организация, которая имеет реальную программу. Программу политических реформ и программу экономических реформ. Политические реформы заключаются в том, чтобы ликвидировать должность президента, что именно народ пришел к власти, чтобы народ контролировал власть, и не было того, кто захватил один власть и все богатства страны. Мы должны принципиально построить другую политическую систему, и тогда богатство страны перераспределяться между всеми гражданами. Они не будут оставаться у узкой политической верхушки во главе с Нурсултаном Назарбаевым. У политического движения и демократического выбора Казахстана есть четкая, не просто программа действий, а ясное понимание, что и кто является главным препятствием на пути построения нормального государства, что и кто главным является препятствием построения новой страны, чтобы наши граждане жили достойно. Мы знаем, что главным препятствием является нынешняя политическая система, построенная под Нурсултана Назарбаева, который хочет навечно царствовать, он хочет сейчас еще на 11 лет продлить свои полномочия, вести на должность президента Даригу Назарбаеву и построить монархический строй, видя, что граждане терпят его 30 лет, он думает, что это будет продолжаться вечно. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны эту практику прекратить. 27 февраля мы призвали наших сторонников выйти на митинг к офисам партии Нур-Атан. Места мы опубликовали. Время 11 часов. Если у вас есть вопросы по тому, как действовать, просьба их озвучивать в чате. Мы будем их собирать, отвечать на вопросы. С завтрашнего дня будет выходить реклама, видеоролики. Мы еще раз будем озвучивать все наши действия. 27 февраля мы выходим с памперсами к офисам партии Нур-Атана по всей стране. 27 февраля я призываю матерей вместе с нами объединиться, прийти к офисам партии Нур-Атан и потребовать свое. Мы должны потребовать смен режима. Все те, кто по каким-то причинам еще не созрел и побаивается, мы даем возможность, чтобы вы участвовали в акции, так называемые, памперсы. Вы можете оставлять его в многолюдных местах. Памперсы с фотографиями Назарбаева или 30 лет шал у власти и так далее. То есть мы разные вам форматы дали. И вы можете свою позицию выразить памперсами, которые дает сигнал власти. Пришло время вас сменить. И еще раз. И опять еще здесь звучат вопросы гарантии. Какие будут гарантии завтра, когда сменим шалу власти? Я вижу это в других чатах, материнских чатах. И тем не менее, хотя вы все подготовлены, хочу еще раз озвучить. Гарантией будет не Мухтар Аблязов, не его личные обещания или клятва, не моя история борьбы. Это сейчас не имеет никакого значения. Я сейчас читал в чате, что, видимо, это новые люди появились. Говорят, что пусть Мухтар Аблязов поклянется, что он будет хороший. Я думаю, что хватит нашему народу слушать обещания, клятвы. Они не то чтобы ничего не стоят. Просто не нужно свое будущее строить на клятвах тех или иных людей, какие бы они не были хорошие. Мы говорим о другом. Мы построим политическую систему, когда правительство будет назначать депутаты, если правительство не выполнит своих обещаний, депутаты в один день отправят правительство в отставку. Вот гарантия тому, что те, кто придут к власти, реально будут исполнять свои обещания. А если их не исполнит, то парламент отправит таких людей в отставку. В том числе и меня, если я не исполню свои обещания. Меня часто здесь спрашивают о отношениях с Китаем, с Россией. Говорят, вот в России могут нам препятствовать. Нет, они нам не будут препятствовать, потому что за транзит грузов по территории через Россию мы платим деньги. Мы не гуляем там бесплатно. И они тоже через нас грузят товары, перемещаются, поставляют газ и все прочее. Разные товары в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Поэтому транзит это взаимный. Есть соглашения, подписанные между Казахстаном и Россией. Есть международные соглашения. Есть соглашения, подписанные различные конвенции ООН и так далее. Поэтому этого бояться не нужно. Это России самой невыгодно. Не говоря о том, что существуют международные соглашения. Когда наша страна начнет формировать такие доходы, когда в нашей стране начнутся мощные инвестиции, а инвестиции будут, во-первых, внутренние, эти деньги перераспределятся внутрь страны, и у нас начнется резкий подъем. К нам придут десятки тысяч инвесторов, которые захотят зарабатывать, инвестируют в нашу страну огромные средства. Это будет очень интересно. Для тех, кто хочет заработать иностранного бизнеса, много будет в стране, и они в том числе будут помогать нам, чтобы преодолеть те трудности, которые могут потенциально создать соседние страны. Это и американские инвесторы, это и европейские. Мы сумеем все эти проблемы преодолеть. Нас 18 миллионов человек. Мы независимая страна. Когда мы сломаем этот режим, мы будем сильные нации. Мы сможем построить сильные государства и преодолеть любые трудности. Еще раз, 27 февраля мы выходим на митинг к офисам партии Нуратан в 11 часов по всей стране. Офисы партии Нуратан мы опубликовали. Памперсы мы, макеты все сделали. Требования озвучены. С завтрашнего дня начнут выходить видеоролики. Так что давайте, уважаемые сторонники, пишите, и мы действуем. Выходим на митинг 27 февраля в день, когда состоится съезд партии Нуратан в Астане и других городах страны. Везде будут происходить тельные события в офисах партии Нуратан. Я призываю всех выйти на митинг к офисам партии Нуратан 27 февраля. На сегодня я завершаю свой эфир в Салонгзар. До встречи завтра.